В этом видео хочу рассказать вам о таком интересном приложении, которое называется Фотолаб. У приложения есть бесплатная и платная версия. У меня Android, поэтому я его скачиваю, естественно, на Google Play. Если вы впервые зайдете на Google Play и наберете Фотолаб, вам Google Play предложит большое количество приложений с таким же названием. Обращаю ваше внимание, что мы скачиваем приложение с иконкой такой вот девушки на розовом фоне, у которого более 100 миллионов скачиваний. Оно предлагает нам большое количество разнообразных фильтров и эффектов, которые можно накладывать на свои фотографии. И у этого же приложения есть платная версия, у которого вот такая иконка с другой девушкой. Платная от бесплатного отличается отсутствием рекламы и, естественно, тем, что там гораздо больше эффектов. Скажу вам, что в бесплатной версии эффектов тоже предостаточно. Итак, откроем наше приложение, попадаем на его первую страничку. И у нас встречает такая страничка, где нам уже предлагается много разнообразных эффектов. Если есть надпись PRO, это означает, что этот эффект платный. Видим, у нас есть меню сверху и меню снизу. В меню сверху есть три большие вкладки «Лучшие», «Тренды» и «Недавние». Можем ходить по этим вкладкам, выбирать необходимые нам эффекты. И есть также другое меню, там, где можно выбирать по хэштегам. Например, «Flower», если мы выберем хэштеги на английском. У нас будут подобраны эффекты с цветами. Что-нибудь другое выберем. «Nature», «Природа». «Эффекты с природой», «Car» выберем, будут эффекты с машинами, ну и так далее. И внизу у нас есть вкладочки. Например, «Волшебная палочка» предлагает нам разбивку по категориям. Например, «Смарт-фильтры», «Мультяшные портреты», «Двойная экспозиция» и так далее, и так далее. «Новая реальность», вот здесь тоже интересные эффекты. Выбираем эффект, который нам понравился. Приложение спрашивает, разрешить доступ к нашим фото на телефоне. Разрешаем. И нам, после выбора нужного эффекта, нам показывается исходная фотография и то, что получилось в результате. Ну, давайте я загружу со своего телефона у меня подготовленные картинки. После того, как мы выбрали картинку на своем телефоне, у нас есть еще возможность ее немного подредактировать. Возможность поворачивать. Ну, нам это сейчас не нужно. Возможность отразить по вертикали, либо отразить по горизонтали. И возможность выбрать размер картинки. Либо это будет вертикальный размер. Здесь можем подрегулировать, как нам нужно. Квадратный размер, как вы знаете, если для инстаграма. И горизонтальный размер. Давайте возьмем вертикальный. Нажимаем «Дальше». Идет обработка. И вот мы видим результат обработки. Как видите, очень даже симпатичный. Еще сама программа нам предлагает нажать на кнопочку «И удерживать». Если мы нажмем и удержим, мы видим исходную фотку. Отпустим палец. Видим уже результат обработки. Еще у нас есть кнопочка «Плюсик». Если мы выберем «Плюсик», нам программа предлагает добавить анимацию, либо стили и эффекты, либо добавить текст. Во вкладке «Анимации» есть разнообразные эффекты, если мы будем листать. Например, вот такой эффект на волосы. Снова идет реклама. Но я должна вас предупредить, что когда мы добавляем эффекты, качество самой фотографии сильно портится. Поэтому я не буду добавлять эффекты. Которых тут очень-очень много. И вторая вкладка «Стили». Ну, здесь вот, например, вот такой стиль. Тут их тоже очень-очень много. Можно походить, поиграться, повыбирать. Но мы уже и так фотографию хорошо обработали, поэтому не будем ей добавлять стили. И можно добавить текст, если вы хотите. Я просто показываю возможности. Хотя текст нам тут вроде как не нужен. Нажимаем галочку. И у текста есть тоже свои настройки. Во-первых, первая настройка – это написание самого текста. Вторая настройка – выбор шрифта. Есть разнообразные начертания шрифтов. Далее звездочка – это еще начертания шрифтов. Цвет можно выбрать, цвет для своего шрифта. Можно поворачивать, увеличивать, уменьшать. Двигать, куда нам нужно. И если, допустим, мы согласны с этим эффектом, нажимаем галочку. И после того, как наше редактирование закончено, мы хотим эту фотографию сохранить к себе на телефон. Нажимаем кнопочку. Как видите, на фотографии появился логотип «Фотолаб». Чтобы его убрать, мы просто на него нажимаем. И программа у нас спрашивает, предлагает нам либо купить про-версию, чтобы наши фотографии были бы с логотипа. Если мы нажмем «Не сейчас», то программа еще раз переспрашивает. Хотите удалить только в этот раз? Нажимаем «Да» и нам снова включается реклама. Выключаем рекламу. И после просмотра рекламы, как вы видите, логотип исчез. И теперь мы можем скачать, либо поделиться в соцсетях этой фоткой, либо просто скачать на телефон. Скачаем на телефон. Изображение сохранено. Идем в свои файлы. И вот видим, наша фотография сохранена. И можно ею делиться в соцсетях или пересылать своим друзьям. Приложение очень интересно. Я покажу разнообразные фильтры, которые можно накладывать. Как видите, приложение очень интересное. Вот, например, такая функция. Видим исходное фото и что получилось в результате. Давайте выберем, например, вот такую девушку и попробуем, что получится. Надо ее подрегулировать. К сожалению, часть обрежется. Дальше. Как видите, программа определила, где у девушки одежда, но не совсем корректно. Видите, на одной ноге она не захватила. Такое бывает, что не все эффекты применяются корректно именно к вашей фотографии. И, как видим, качество не очень хорошее. Если мы сохраним эту фотографию, она у нас сохранится в формате GIF. Ну, вот такие интересные функции. Ну, вот, друзья, такое интересное приложение. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. И буду рада видеть вас на своем канале. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.